Добрый вечер! На часах 19.00, а значит в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Проектировщики метро забыли про выходы со станции. Мы узнали, как корректируют старый проект теперь. В России начинается сезон гриппа и ОРВИ. Какая ситуация в Красноярском крае и что делать, чтобы не заболеть. Волонтеры спасли собак из заброшенной шахты. Перестань. У нас время не число. Мне так долго, чтобы не... И немецкий композитор написал сииту о Сибири специально для красноярцев. Когда ее можно будет услышать и зачем музыкантам инструмент, который создает звуки при помощи воды. 18 тысяч претензий к генплану, который приняли 4 года назад, оставили красноярцы. Раньше по документам их участки были жилыми, теперь стали производственными. Не строить, не оформить собственность дома люди теперь не могут. Максимум, что разрешает закон, поставить склад или гараж. Как реагируют власти на замечания и можно ли исправить ситуацию, разбирался Денис Козлов. Мы сделали П3, П4 и вы теперь хоть лопнете, тресните, мы вам это не дадим оформить. Это ответ чиновников на просьбу жителей улицы Ивченко оформить в собственность свои дома. Живут в частном секторе многие еще с конца 50-х, когда район только начали застраивать. Мила Дмитриевна для внуков построила в доме второй этаж, но в рекпалате оформлять по закону дополнительную жилплощадь отказались. Оказалось, что категория земли сменилась 4 года назад без ведома жителей. Управление архитектуры города приняло новый градостроительный план, по которому вот эти вот ИЖС, индивидуальное жилищное строительство дома, земли наши превратило в коммунально-складские, то есть П3, П4. И теперь в наших домах как будто бы уже не существует. Новый генплан власти приняли в 2015-м. Одобрил его тогдашний созыв горсовета, администрация, проводились публичные слушания. А готовила документ московская фирма. Благодаря спецам из столицы сотни домов на нескольких улицах оказались вне закона. Заборы, дома и даже почтовые адреса здесь есть. Однако теперь эта земля официально числится в складской. Доказать обратное в суде очень тяжело и долго. И вот только решение краевого суда заставило. Они сказали, что администрация поступила неверно. Муниципальное образование тоже поступило неверно. Им вынесли штрафы. Им вынесли штрафы за то, что они неверны. И вот только сейчас я смог. 15 октября сказали, я получу документы. Пять лет. Два краевых суда прошло. Как говорят чиновники, из-за просчетов москвичей 18 тысяч земельных участков оказались в двойной категории пользования. Столько же замечаний от собственников поступило в адрес администрации. Но там советуют не беспокоиться. Уверяют, подкорректируют генплан до конца 2020 года. Исправят ошибки москвичей и все будет как прежде. Мы обязаны будем учесть этих землепользователей, наших жителей. Потому что последующими действиями администрации города будет и управлением архитектуры постановка правил землепользования на кадастровый учет. В случае, если зона не будет соответствовать виду разрешенного использования, нам сделают отказ. Поэтому мы хотели, мы не хотели, мы приведем всех жителей к их видам разрешенного использования, какие у них есть на руках. Вот только на корректировку генплана нужны десятки миллионов из бюджета города. Депутаты горсовета сомневаются, что деньги на это найдутся. За это не надо дважды платить, потому что тогда заплатили 76 миллионов, работа некачественная. Сейчас граница порядка 50 миллионов за внесение изменений в тот документ. И опять жители должны за это платить. В городском бюджете денег на это пока не предусмотрено. Деньги эти могут там появиться, либо если мы откажемся от выполнения каких-то других обязательств к пене с жителями, либо в связи с субвенциями, субсидиями с каневого бюджета. Поэтому, возможно, людям придется судиться, чтобы на картах земли были обозначены, как и раньше. Но пока суд не встанет на сторону заявителя, строить и оформлять собственность на участках будет нельзя годами. Денис Козлов, Валерий Чащин, 7 канал. Если у вас есть новости, присылайте их нам на Вайбер или Ватсап 7 канала. Номер телефона 8 391 29333. Мы постараемся помочь. А пока идем дальше. Проектировщики Красноярского метро в 90-х забыли предусмотреть выходы со станции. Руководитель компании ТСИС рассказал новостям 7 канала об ошибках в старой документации. Напомню, эта компания выиграла торги на доработку проекта метро. Стоимость контракта – 950 миллионов. По словам Олега Митволя, в переданном им проекте на одну из шести станций вообще нет документов. Кроме того, в прошлый раз метро строили без планировки выходов. С такими расчетами возвести подземку было невозможно. Фактически теперь подрядчику нужно не скорректировать проект, а разработать новый. Документации, той, которая есть, ее недостаточно. В связи с тем, что заказчик имеет право увеличить максимум только на 10% стоимость контракта, ну, будем это делать за те деньги, которые есть. Помогать в проектировании будут китайские и европейские специалисты. Всего планируют построить 9 станций. Сначала от высотной до центра, затем еще три остановки до взлетки. Полное время движения в обе стороны не должно превышать 40 минут. По задумке появятся длинные трамваи с беспилотным вождением. Сдать документацию ТСС планируют к концу года. А построить первую ветку рассчитывают к 2023. Двухэтажки на Кандагарской начали сносить. Напомню, зимой в одном из зданий взорвался газ. Тогда погибли два человека. После чего выяснилось сразу несколько домов. Покровки построены незаконно. Здания, где произошел хлопок, сравнялись с землей почти сразу после ЧП. Соседние на Кандагарской 5 разбирают рабочие. Еще один дом на улице Донского оказался тоже без разрешительных документов. Власти заставили снести и его. Правда, собственник ограничился только демонтажем. Куча строительного мусора уже долгое время разбросаны по округе. Как рассказывают местные жители, жалобы в прокуратуру и администрацию на беспорядок оказались безрезультатными. Когда остался строительный мусор, ни одного КАМАЗа, ни одна машина туда не подходила, не убирали ничего. И сейчас там такой свинорой. Это просто жуть. Это уже третий месяц, уже скоро три месяца будет все это происходит. Не проехать, не пройти. Вот настолько, что сейчас дожди начнутся, так там вообще вот такое месиво. Оказалось, что за сносом дома следят судебные приставы. В пресс-службе ведомства рассказали, что у собственника еще есть время разобрать завалы. Срок 23 сентября. После начнут штрафовать. Правда, всего на 2500 рублей. Однако приставы уверяют, что в случае неисполнения требований делать это будут не один раз. На Енисеи самодельный катер столкнулся с баржей. Один человек пропал. Судно следовало из Красноярска в Дудинку. По информации ТАС, катер сначала двигался за танкером, потом резко пересек его курс. У баржи повреждений нет. Двоих человек с пассажирского судна спасли. О других новостях в двух словах расскажем далее. Красноярцы больше всех платят за домашний интернет. Рейтинг составили специалисты сервиса «Яндекс.Деньги». Наш город на первом месте в среднем 940 рублей в месяц. Чуть дешевле платят петербуржцы, а замыкает тройку Челябинск. Там месячный доступ в сеть стоит 700 рублей. Красноярская пенсионерка забыла закрыть кран и отдала соседям 170 тысяч. Во время отключения женщина решила проверить воду, потом ушла, а соседей снизу в итоге затопила. Им заплатила страховая компания, но этих денег оказалось мало. Пострадавшие потребовали возместить моральный ущерб. Суд встал на их сторону. Прохожие сняли в Татышев парке играющую лису. Хищница гонялась за мышью. Давала грызуно отбежать, чтобы он был в зоне видимости, а потом догоняла. Сейчас на острове живут несколько лис, которые регулярно дают потомство. По подсчетам автора видео, в прошлом году детенышей было 7, а в этом 5. Чартеры в Тунис из Красноярска отменяют 27 сентября последний в этом году рейс. Туристический сезон на курорте заканчивается, поэтому операторы и закрывают программу. Но в мае следующего года вылеты планируют возобновить, а пока открывают прямые рейсы в Гоа. Первый запланирован на конец октября. Выполнять их будет Азур-Эйр. А цены за путевку стартуют от 30 тысяч, плюс визовый сбор 35 долларов. Также с октября появятся чартеры в Объединенные Арабские Эмираты авиакомпании Royal Flight. Здесь ценник уже от 40 тысяч, зато въезд безвизовый. По прогнозам турагентов, цены еще поднимутся на 20-30%. Также из Красноярска можно слетать отдохнуть в Китай, Таиланд и Вьетнам. Мы вернемся в студию через 3 минуты. В Норильске выпал первый снег, а в Красноярске начинается сезон простуд. Об этом и не только после короткой рекламы на Седьмом канале. Жертвы индустрии красоты. Они не хотят показывать лицо, но готовы все рассказать о своих обидчиках. Я долго не кушала, я, наверное, 5 дней точно не ела, потому что я даже открыть не могла рот сильно-то. Пила я через трубочку. Почему клиент не всегда прав и как одним мастерам приходится переделывать работу за других? На руках очень часто тоже приносят такие прям плюшки, когда очень много материала на руки накладывают. Ну, то ли по незнанию, то ли потому что клиент иногда просит, чтобы было покрепче. Почему желание стать красивее все чаще оборачивается проблемами? Смотрите в специальном репортаже Альфии Ремеевой «Цена за услугу» в этот четверг в 19.00. На севере края выпал первый снег. Сейчас там около нуля, а по ночам температура падает до минус пяти. Из-за того, что в некоторых местах до 25 сантиметров снега для легкового транспорта закрыли дорогу в аэропорт. На другом участке в Каиркане во время метеля перевернулся автобус. Он вылетел с трассы. Помощь медиков понадобилась семи пассажирам. В ГИБДД сообщили, что автобус был не готов к зиме, ехал на летней резине. В Красноярске, по прогнозам синоптиков, дождь со снегом может пойти вновь с четверган по пятницу. Вместе с холодами в России начинается и сезон гриппа и ОРВИ. Сколько человек уже обратились за помощью в Красноярском крае? И как не оказаться в их числе, знает Илья Филонов. Он сейчас в студии. Илья, что врачи говорят? Ну, Юля, по официальным данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю в крае обратились в поликлинике 5000 человек. Много это или мало оценивают по эпид-порогу. Так вот, 5000 – это в половину меньше критического показателя. А другими словами, специалисты говорят, что край в сезон гриппа и ОРВИ вошел хорошо. И чтобы не стало хуже, врачи решили не тянуть с вакцинацией. Конечно, вакцина от гриппа, говорят врачи, мера необходимая и первостепенная, чтобы не слечь с температурой. Но не стоит забывать и про профилактику. Вещи хоть и элементарные, но проговорить их стоит. Итак, вирус, передаваемый капельным путем, может легко попасть в организм через руки. Руки, которыми мы трогаем поручни в автобусе, ручки, дверей, деньги в конце концов и еще много чего. Поэтому первый и самый элементарный совет – моем руки. Но вирус передается не только капельным, но и воздушным путем, поэтому не забываем про маски на лицо. Носить их можно, конечно, не всегда, но, по крайней мере, в тех местах, где есть большое скопление людей или где точно есть заболевший человек. Например, коллега в офисе. Собственно, отсюда вытекает и третий совет – стараться таких людей избегать. Ну, по крайней мере, по возможности. Хорошим подспорьем в профилактике гриппа будет пища. Это продукты с витамином С. Отсюда относятся цитрусовые, лимон, апельсин, грейпфрут. Сюда же можно отнести капусту, петрушку и укроп. Будет хорошо, если в рационе будет присутствовать побольше лука и чеснока. И последний совет, по крайней мере, из официальной памятки Роспотребнадзора – это принимать препараты, повышающие иммунитет. Но здесь лучше каждому с врачом консультироваться индивидуально. Вот такая короткая памятка элементарных дел, но порой таких обязательных, которые нужно соблюдать, чтобы не пополнить статистику и не приблизить ее к эпид-порогу. Илья, вот как мне кажется, что многие люди, когда начинают заболевать, занимаются самолечением. Ну, там, вот пьют противовирусные, разрекламированные, и разные там народные способы. Стоит ли обращаться к врачу при первых симптомах? Да, Юля, обращаться к врачу стоит, и сразу по нескольким причинам. Врач может выписать более современное и действенное лекарство, нежели то, которым вы привыкли лечиться по старинке. Врач же учтет особенности, с которыми протекает ваша болезнь. Температура, держится она на одном уровне или скачет, заложенность носа и боль в горле. Все это разные симптомы, а значит, чтобы вылечиться, нужно лечиться по индивидуальному плану. В конце концов, врач выпишет вам официальный больничный. Не сильно потеряете в деньгах, это первое. А во-вторых, не заразите коллег по работе, одноклассников или детей в садике, куда ходит, например, ваш ребенок. Илья, спасибо. Пожелаем всем здоровья. Начинается сезон проступата. Это был Илья Филонов о наступившем сезоне ОРВИ гриппа в Красноярске. Мы продолжаем. Сын пропавшего две недели назад грибника рассказал о трудностях при поиске. Пенсионер Чернобыльц Владимир Шатыгин потерялся в партизанском районе. Родственники мужчины выяснили, на третий день он выходил к людям. Крики в тайге услышали другие грибники, но побоялись подойти, поэтому никак ему не помогли. Сейчас лес почесывают всего 11 спасателей. По словам сына пенсионера, у поискового отряда нет навигатора, раций и ракетниц. У них не было и координат лагеря МЧС в тайге. Им понадобился проводник. Родственники просят прислать еще спасателей. Ресурсов добровольцев не хватает на долгие поиски. Найти мужчину можно только с помощью большой группы. Нужно не меньше 100 человек и следовые собаки. Сейчас у нас охвачена зона поиска порядка двух квадратных километров. Она внимательно прочесывается, но за столько дней человек мог выйти в любое место, ограниченное с одной стороны горами, с другой стороны реками, с севера населенными пунктами и дорогами. Зона поиска по-хорошему должна составлять 640 квадратных километров. Родственники надеются найти мужчину с живым. Собаки, обученные на поиск трупов, прочесали территорию и ничего не нашли. Сейчас нужны добровольцы, готовые провести ближайшие выходные в тайге. Выезд планируют на утро 13 сентября, а возвращение в воскресенье вечером. Нужна и подготовленная для бездорожья техника. Волонтеров обещают разместить в поселке Мина и организовать питание во время поисков. Записаться в группу или предложить другую помощь можно по телефону, который сейчас на экране. В ближайшую пятницу на международном фестивале Азия, Сибирь, Европа состоится мировая премьера оркестровой сюиты «Духи Сибири». Ее создал немецкий композитор Иньот Шнайдер, специально для Красноярска. На репетиции большого музыкального события Денис Денисов побывал уже сегодня. Сюита «Духи Сибири» состоит из шести частей, каждая из которых имеет свое поэтическое название. Например, «Березы, торцующие в тайге» или «Енисей, река слез». Конкретно последняя посвящена судьбам людей, которых по Енисею отправляли в ГУЛАГ. Отдельная часть полностью – кровозаповедник Красноярские столбы, к которому у немецкого композитора Иньота Шнайдера совершенно особое отношение. Там он бывал многократно, но во время последней апрельской прогулки поскользнулся и сломал два ребра. К счастью, на тот момент все это уже было написано, а сам он сегодня чувствует себя замечательно. Для своей новой работы я выбрал тему Сибири, потому что я был здесь 8 или 9 раз. Я люблю этот регион с его природной дикостью, и меня поглощает дух Сибири, который живет повсюду – в камнях, лесах и воде. Солировать во время исполнения сюиты будет именитый немецкий трубач Райнхольд Фридрих. А помогать ему будут красноярские коллективы – камерный оркестр и оркестр ударных инструментов Сибириан Перкашин. По ходу выступления солист несколько раз сменит музыкальный инструмент – флюгельгорн, концертная труба и труба пиккола. А еще красноярцы смогут услышать на концерте совершенно уникальный музыкальный инструмент – водофон. В нем действительно используется вода, что создает особое мистическое звучание. Премьера сюиты состоится 13 сентября в Малом зале филармонии во время концерта фестиваля «Азия, Сибирь, Европа». Исполнение будет записываться для последующего издания, так что в каком-то смысле все пришедшие зрители станут соавторами этой записи. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал. В Красноярске волонтеры вытащили из заброшенной шахты элеватора двух собак. Сперва в яму упало одно животное и просидело там несколько дней, пока лайни услышали рабочие. Они вызвали волонтеров, и когда те приехали на выручку, оказалось, что собак уже две. Волонтерам пришлось протискиваться в узкую шахту к напуганным псам, которые никак не хотели идти на контакт. Но все закончилось благополучно. Обеих дворняк подняли на поверхность и отпустили. Обе после падения остались целы, не получив ни царапины. Рекордный урожай в этом году вырастили аграрии края. С каждого гектара собрали почти на полтонны больше обычного. А как говорят специалисты, на подходе рекорда уже молочная и мясная отрасля. Подробности в сюжете далее. Шушенский район – один из крупнейших поставщиков молока в крае. Сейчас местное поголовье почти 2500 животных. Кроме того, предприниматели строят комплекс еще на 3000. Здесь стоит единственная в России роботизированная доильная установка. Сразу на 72 коровы. В планах аграриев построить еще один животноводческий комплекс в ближайшие два года. А это Идринский район. Еще один краевой рекордсмен по производству молока и мяса. Свой вклад здесь вносят обычные сельчане. Парень приехал с города, купил коров, все сдавали по чуть-чуть молока. Когда пришло через месяц получать, а он купил 20 разом коров. Все увидели, все получаем 3-5 тысяч, а он получает 50. Резко, за год, деревня дала, все стали покупать коров. Всем охота получать столько же. Производить могли бы еще больше, только устаревшее оборудование не позволяет, признается руководитель одного из кооперативов. Мы можем до 15 туш перерабатывать. А изготовление, допустим, тушенки мы только можем в сутки около 800 баночей делать. В ближайшем будущем здесь запустят еще одно производство. Развиваться помогают краевые власти. Кооператив участвует в программе комплексного развития юга региона. Как она работает в районах, проверил губернатор Александр Ус. Он проехал по нескольким предприятиям и оценил, как развиваются территории. Губернатор отметил, руководству предприятия важно думать не только о росте производительности, но и улучшении жизни местных жителей. Это будет дополнительным стимулом для получения поддержки от властей. Условием получения господдержки должно быть повышение уровня заработной платы, участие предприятий, которым она выдается, в обеспечении благоустройства этих территорий и многих других социальных вопросов. Перечень этих условий мы договорились проработать в течение этого месяца, для того, чтобы и бюджет следующего года распределялся селянам, в том числе и по этим критериям. Уборочная кампания тоже идет на ура. С полей аграрии собрали больше половины урожая. С каждого гектара злаков получают в этом году на 500 килограммов больше обычного. По подсчетам производителей, это рекорд последних 10 лет. Денис Козлов, Елена Саткеева, 7 канал. Прогноз погоды представляет Пальто-Центр. Приглашает за новой коллекцией осенних и зимних пальто, пуховиков и курток. И теперь о погоде в четверг, 12 сентября. В Красноярске облачно, дождь. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, днем плюс 8. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте свои фото, видео и текстовые сообщения на Viber или WhatsApp 7 канала. Номер телефона 8 391 2 900 333. Больше интересных и свежих новостей читайте на нашем сайте drk7.ru и ищите нас в социальных сетях. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Всего вам доброго и до встречи на 7 канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова